Привет, друзья! Я Алекс, это лаборатория настольных игр профессора Фикуса. Мы сегодня подводим, так сказать, итоги. Подходит к концу нашей недели, подходит к концу наш месяц обзоров Андермаунтина, который неожиданно разросся в полтора месяца, но не суть. И хочется завершить его на какой-то позитивной ноте. Это нормальное, естественное желание. И так исторически свожилось, что мне в лапы попал набор, который называется City of Splendors. То есть город великолепия, город роскоши и посвященный, как вы можете договариваться, Water Depot. Когда я делал обзор гайда Вола по Water Depot, я говорил, что что-то подобное я хотел бы обозреть. И мне кажется, это было бы логичным завершением, потому что как Андермаунтсен, часть Water Depot, так и City of Splendors этот весь сетинг дополняет. Это потрясающее дань уважения Эду Гринвуду. Опять же, сделан на основе его карт, а не как Андермаунтин, когда Эд Гринвуд прислал карты, они такие посмотрели, что-то сложно, ребята, и свои компании, там, Ешент, Стивен Ешент и товарищи воткнули. Поэтому Эд Гринвуд очень недоволен тем, что сделали с Андермаунтином. Хотя, как сказали позже, часть карт все-таки Эд Гринвуда, но он все еще был недоволен. Значит, что такое City of Splendors, чем это едят? Это гигантский бокс сет, примерно 380 страниц достаточно убористого текста, посвященного непосредственно Отердипу. А самое главное, в чем его-то, кстати, замечательный плюс и вообще прекрасность, то, что он взял за основу когда-то выходивший из Сити Кампэйн, это коробочный набор, который позволял вам создавать свой город, и спроецировал его на Отердип. Можно там любить Fargoat Naryuums, можно не любить, но Отердип это, конечно, феномен, там, 122 тысячи населения, гигантский город севера, прекрасная база, если вы планируете начать исследование либо вот эту пустыню, она уродскую, или же отправиться в дикое приграничье. А дикое приграничье в те времена это была большая бомба, потому что чего не хватало в Fargoat Naryuums, так это атмосфера какой-то неисследованности, необычности. И если в Мистаре эта потребность в исследовании закрывали всевозможные карамейки, как Ромейкоса там, Isle of Dread и прочие места, то в Fargoat Naryuums их было не так много, ну, травяно скажем, да, хотя, конечно, понятно, что любопытный медведь везде мёд найдёт, точно так же приключения найдутся, чтобы поисследовать, но вот это вот дикое пограничье, где всякое разное водилось, неисследованные земли, 10 городов, всеми нами любимой Айс Виндейл как таковой, вот это вот там. И поэтому, как бы, переход из Waterdeep к дипому приграничью, это было вполне логично, то есть раскрывались новые локации, новые интриги, новые злодеи появлялись, и вот это вот ощущение какого-то волшебства, неисследованности, нераскрытых земель, куда можно было отправиться, всё это покорять. И вот эта магия сохранилась в Waterdeep, во всём, в те времена точно, сейчас не берусь судить, я ничего не знаю про новые редакции, трогать их не хочу. Но вот эта вот неизведанность, то, что лор ещё не был испахан настолько, вот насколько он испахан сейчас там, таймлайны прописаны миллион лет вперёд, всё известно, что случилось. Тогда этого не было, вот эта вот загадка, мистика, и City of Splendors прекрасен. В отличие от Гайда Вола по Waterdeep, он даёт нам полную карту, причём большую карту непосредственно всеми нами любимого Waterdeep, карты кварталов, домов. Они сделали довольно забавно и креативно, они сделали практически несколько кварталов Waterdeep'а именно в формате миниатюрок, то есть наделали террейн там, миниатюрки, различные жители расставили, и сняли сверху всё это, сделали нам панораму, так сказать, промаркировали все эти кварталы, и дали несколько картинок, как это выглядело в оригинале. Очень крутой солюшен, очень творческий, понятно, что немножко отрендерено, но по тем временам это всё-таки 94-й год, на секундочку. То есть это не как сейчас, когда 3D-рендеринг везде, компьютерный драйвик, там рисуем всё, тогда вот такие вот решения были, смотрится мило, тепло, лампо, не знаю, что ещё сказать. Короче, очень классный бортсет, к сожалению, коробка потерялась у предыдущего владельца, мне достались только книги, достались они в замечательном качестве, я положил в волшебный пакетик, никогда она в жизни не промокнет, не испортится. Прекрасная книга, просто супер, там, точнее, книги, там есть гайд, камплейн, гайд, секреты Waterdeep, замечательные личности, как City of Splendor, который вспёр обложку из City System, собственно говоря, показывает, откуда многие растут. Там, помимо стандартных кварталов и того, что мы видели в гайде Уолла по Waterdeep, там правила создания своих домов, локаций, различные энкаунтеры, много всего, то есть полезность данного бурсета, в нашем случае книги, просто зашкаливает. Очень классно, очень удобно, он есть в PDF-ах, это не какая-то там стиретная тайна, там всё это есть, все эти карты, можно брать, пользоваться, приключаться с удовольствием, сделано очень здорово. Ну и прежде чем с вами, как говорится, отправимся в прогулку по улице Waterdeep'а, попрошу поддержать видео лайком, канал подпиской, а если вдруг вам хотелось, чтобы таких видео было больше, интересных обзоров, всякого разного приятного олдскуле, то ссылки на Boost'и, ВКонтакте с Водонатом, просто реквизиты находятся в описании под видео, протяните лабораторию руку, чтобы она не протянула ногу, и заранее вам спасибо. А теперь давайте посмотрим, какие же приключения нам уготовили улицы от Waterdeep'а, какие квесты могут дать его жители, кто там вообще обретается, что нас ждет. В общем, добро пожаловать в Waterdeep. Fargotten Realms, City of Splendors, всеми нами любимый криминальный бихолдер, дроу, видите, кусочек мяса отрезала. Моя первая версия была, что это валик, которым она чешет бихолдера, но все-таки нет этого кусок мяса. Вот они, пожалуйста, изучают книжку, сокровище, бихолдер читает, и Афродварф стоит и фейс-паумит. Просто оооо! Давайте книжку посмотрим, потом все остальное будем трогать. Так, City of Splendors, Campaign Guide, вторая редакция ДНД, Стивен Ешен и Эд Дринвуд. На этот раз Стивен Ешен не в одно рыво писал все это, они действительно сообщались и совещались с Дринвудом, и, по-моему, получилось довольно неплохо. Очень увесистая книжка. Это вводные благодарности. Опять Waterdeep, как туда попали, Неписи, место, которое я могу назвать домом. Это различные редакторы и художники и товарищи, которые работали над этой книгой, описали свои ощущения от Waterdeepа. Джефф Граб пишет, что это его любимый город, здесь все для всех, место для тусовок, приключений, героев и далее. Большие дни, большой город. Надо сказать, что Дринвуд честно признавался, что он вдохновлялся всем, начиная от Парижа 30-х годов и заканчивая современными мегаполисами. В современном его времени, конечно, он начал писать это в 70-е. Однако, как вы можете заметить, города не сильно поменялись с тех пор, что я хотел в городе. Врата в целый новый мир, благодарности редакторов, вот у нас окружение, вот они, различные локации, морской квартал, северный квартал, квартал замка или замковый квартал, город мертвых, торговый район и южный квартал, порт, подземная география, конечно, нам расскажут про подземелье гробницы, город мертвых, естественно, Андермаунтин, конечно же, население города, вот она, география дикого севера, как многие называют, север, места, которые вас могут заинтересовать, Ордзипский лес, там лежит легендарный эльфийский герой, Релуран, у которого меч плюс 2 для убийства драконов и потрясающий эльфийский кончушка, ростовщик Мирт, который, если вы помните, по-моему, во второй книжке обращался к дракам, во второй книжке по Андермаунтину, вот у нас Холмберуна, цитадель Адбара, это дворовец цитадель, цитадель множества стрел, когда-то в ней жило 25 тысяч дворков, ну, началась оккупация людей, орки осадили ее, и теперь в ней живет 40 тысяч орков, впихнутых туда, слишком много, чтобы их убить, слишком опасно, и чтобы их уничтожать. Сияющая река, северное царство, дворфы, реки, районы кварталу, жилые массивы, королевство, значит, была странная попытка, точнее, недолго живущая попытка объединить эльфов, дворфов и людей в единое царство, но орочи орды сделали свое черное дело, и королевство развалилось. павшие земли, цитадель адских врат, хельмова крепость, аналог хельмовой падик, я подозреваю, дом из камня, громкая вода, болото мертвых людей, точнее, топ мертвых людей, всеми любимый город Лускан, яростный, боевой и очень гордый. Ну, если вы играли в какую-нибудь компьютерную ядру или читали лор, по-моему, что Лускан для вас совершенно нормальное и знакомое явление. Несми, Нотерил, это была империя Нотерилская, к сожалению, теперь все закончилось. Всеми любимый Невервинтер, конечно же, Порт Ласт, вот они, локации севера, Серебряная Луна, Бет Единорога, в общем, все, что мы любим, ценим и уважаем. Вот она, история Утерзипа, торговцы и пионеры, дальше, множество вы начальников, там различные города, но потом северянин по имени Агейрон заработал состояние струшая троллей и вечно живущих и объединился, потом появились лорды, Агейрон имел, скажем так, терки с военачальником Раурлором, который хотел сделать из Утерзипа не город, а империю с Утерзипом в центре, ну и Агейрон его прибил. Вот оно, потом правление гильдии было, они там устроили бойню, лорды вернулись, вот он, таймлайн, то бишь, хронология событий, что происходило в Утерзипе, много всего, на самом деле. Очень интересно, если вы собираетесь в это окунуться, то уже вот третье этого достаточно, чтобы стартовать такую хорошую кампанию. Вот они, локации, вот оно, создание здания, бросаем высоту, там, допустим, Д8, 4 этажа плюс подвал, 2 этажа без подвала, 2 этажа с подвалом, ну, вы поняли идею. Состояние здания разваливается, или там идеальное, для чего, там, склад, жилой дом, жилой дом плюс, офис, еще что-то. Вот они, пожалуйста, карты, то же самое, выбирайте, не стесняйтесь, вот они, различные, жилые дома, большая резиденция, различные планы офисов, чем-то напоминает детализация Shadowrun, только, здесь они так вот трамбовали все это в одну страницу, но это есть в дополнительных картах, поэтому все нормально. Вот они, таверны, это у нас здесь есть, очень-очень-очень круто, 2 этажные здания, храм Тиморы, в общем, очень и очень хорошо. Вот они, локации, они не пускаются в подробности, считая, что вы уже знакомы с гайдом Волла по Традипу и можете что-то использовать, но основные события там типа ходящие статуи, вот она, 30-ти метровый голем, который шарахается по городу и периодически все ломает. Ну, в общем, лучше просто его не тревожить, потому что он занят тем, что о чем-то думает. Это вот площадь девственницы, конечно же, предполагать, что здесь приносили в жертву девственницы дракону до Лотердипа, и если агенты культа дракона собираются в этом городе, то это их традиционное место сборов. Пожалуйста, южный квартал, вот они, всевозможные локации, где там что, тип здания, очень удобно, город мертвых, ключ к картам города мертвых, дома бомжей всяких, бухта Лотердипа, канализация, конечно же, да, куда без нее, вот они, различные черты канализации и на поверхности отсылки, то есть, вот там шахта, какие тут монстры, которых можно встретить, там, пожалуйста, собаки дикие, гниющие червяки, зомби, веркрысы, все это мы знаем и любим. Вот у нас залы холастера, зевающий портал и другие входы, крысиные холмы, что можно встретить на холмах, пожалуйста, специальный энкаунтер, неоутюг, очень неприятен, нео коротто, да, это история лордов, как они появились, то есть, даже если на самом деле вы метр шестьдесят, сто двадцать кило, юная леди, вы будете выглядеть шестиметровая, существует в бесполой и в черном плаще, но нам на самом деле расстреляют, то есть кто, ударные на всякие, елбины, мир тростовщик, конечно же, пергерон, паладинсон, собственно, первый раскрывшийся лорд, и далее по тексту, их магия, бродящие статуи, их агенты, серая сила, красные, красные пояса, вот она, городская стража, закон, что меня все время позабавило, что, типа, местные горожане ненавидят коррупцию, и зачастую сами, как бы, карают за коррупцию, ну, потому что это очень плохо, и поэтому лучше даже не пытаться, но это так, наивник, конечно, и мило, долги, значит, за долги можно просто сесть на зону и отрабатывать свой долг, весело, вот они, различные неписи, которые, алицетеряет закон, вот она, магия ватердип, пошла, закинайки, она с вами сейчас не очень интересует, но тем не менее, они есть там, железу с молниями, болт жизни, когда-то своими хипами стреляешь по андену, больно и неприятно, волшебные предметы новые, там, кольцо исследований, что полезно, если вы собираетесь исследовать заклинания, уникальные артефакты, много, много, очень много всего хорошего, и это только одна, ведь первая книжечка, дорогие мои зрители, тут вагон, о, кстати, да, хотел показать, чуть не пролеснул, очень приятно, что если дополнение, отдельное по Скуллпорту, если вы помните, в Андермаунтине, подгорье, там есть река Саргат, и, соответственно, Скуллпорт, город Пиратов, он расположен там, значит, смысл в том, что там парят черепа, они оказываются служить контрабандизма, наемники, ну, в общем, всякие криминальные личности, там живут дроул, там живут элитиды, кого только нету, но живут они все в мире согласия, по той простой причине, что там висят черепа, если ты сделаешь что-то не так, то от них, ты, соответственно, отхватишь. Контролирует его волшебник Нитирильской империи, ну, ныне заглянувший, конечно, по имени Шарадин Мулафор, история такова, что он пришел туда, он подружился с Холастером, не буду комментировать это, заслужил его уважения, и тот просто подарил ему земли, которые принадлежат этому Скулпорту. После этого он там год вычищал все это, строил, сооружал, уговорил, значит, так называемые отверженные расы типа Элитидов, Дроу и прочих не безобразничать, жить в относительном мире согласии, и, в общем, все это работает. Вот у нас карта Скулпорта, пожалуйста, очень все здорово, понятно, где кто живет, где какие заведения, горящий тролль, где можно нанять наемников, вот эти вот Хайред Хоррорс, то есть наемные ужасы, это все, пожалуйста, тут имеется. очень круто, очень интересно, и Скулпорт вообще прекрасен. Это вот Синяя аллея, это место, куда предлагали прогуляться новичкам в Уотердипе и испытать свое могущество, там, в общем, неплохо можно отхватить, но и получить приятность тоже можно, например, комнату, сейчас я найду ее и покажу вам, где же, где же, где же она, сейчас, ну, если найду, то, как говорится, просто расскажу. Да, значит, очень забавно, в комнату, комнату там, типа, проходите, называется, нечего смотреть, тут там просто разбросано 596 золотых монет, естественно, никто никогда не возьмет, потому что все боятся до смерти, но на самом деле они абсолютно ничем не зачарованы, и пожалуйста. Вот они, карты, аппендикс для карты с ключами, в турде, кросс ссылки, очень, очень, очень удобно, и вот аппендикс, соответственно, то есть имперс, вот они, в турде, имена, пароли, явки, тут такой рурлор, рувины всякие, короче, очень классная книга, очень удобная, пойдемте дальше с вами. Второе у нас называется City of Splendors, и я вам говорил, была такая штука, называлась City System, вот обложка взята оттуда же, и смысл в том, что это, это, собственно, она. То есть, это как сделать Waterdeep родиной, то есть, то в Waterdeepе, и так далее, и там подобное. Давайте посмотрим. Эдринвуд, Стивен Ешент, сообщество Waterdeep, вот они, социальный уровень, какие-то манеры, внешний вид и одежда, главное, не косплеить лордов, не одеваться, как магистры, и, короче, гильдийцы, не косплеить. Известные Нобили, история Нобили, их кланы, вот она, компания для аристократов, вот они, семьи пошли, всякие одобренты, амкатры, их очень много, и вы можете лихо впороться с размаху в политический интриг, кто кем владеет, какие замки, кто глава, кто чей консорт, муж, жена, одна сатана, вот они, пожалуйста, дома, рук забили, стрела под луной летит, танцующая леди, ага, деньги гильдии, монетки, то есть, вот видите, у нас торговые батончики из серебра, которые очень быстро начинают покрываться коррозией электром, 10, 25 и 50 золотовые, и 50 голдовые монетки, торговля, зарплаты, вот она, пожалуйста, например, 4 медяшки в день за базовые навыки, требующие силы, например, там, погрузка, раздрузка, 5 серебряных для посланцев, 80 серебряных до золотого в день для телохранителей, ну, вы поняли идея, вот они, примерная цена, на самом деле, экономика в ДНД никогда не была сильной стороной, но здесь она есть, и неплохо все, вот они, пожалуйста, бухгалтерия, цены, рыбка свежепойманная, от 1 до 12 медяшек за рыбу, если вы работаете за 4 медяшки в день, то вы можете позволить себе 4 рыбки, надо еще жить как бы где-то, старее всего, очень плохое питание и скоро вы кончитесь или станете приключенцем или какой-нибудь криминальной личностью, ну, или помрете. Гильдии, гильдия пекарей, каменщиков, подвальщиков, совет музыкантов, братство стрелеводов, упаковщиков и соединителей, прекрасно, гильдия засаливателей, мясники, отличные резаки, ювелиры, гильдия моряков, каменщики, опять же, удельщики, ну, короче, вы поняли, где ему нужно всего, и вот они пошли опять, этот прекрасный индекс, ищем, находим, находим, ищем, культы, по-моему, сейчас в религии впоролись, а я их пролистнул, да, религия от RDP, храмы, церковные комплексы, различные культы, и барандау, все, культ Ауэд, который погибший, сейчас забытый бог, независимый от RDP, вот они, приключенцы, товарищи, погружающиеся в глубину, враги клыка, избранные мудрецы от RDP, вот они, пожалуйста, море, все эти хаматары, вот фезоры всевозможные, бракарабасы, культ хунды, прекрасные мелькомага, вот они, еще, пожалуйста, неписи, мастер секиры, черная гадюка, блазидон, одноглазый, и прочие личности, которых мы встречали в модулях, в компаниях различных, просто в упоминаниях RDP, их очень много, и, их можно нанимать, использовать, то есть, пожалуйста, враги города, рыцарь, считая, это парни из Амна, которые хотят опрокинуть Waterdeep, ну и взять его, конечно, под контроль Амна, теневые воры, естественно, незримые, вообще, заглядочная группа, гильдия воров, Занатара, и так далее, и нам подобное, жизнь в Waterdeep, или приключение там, где вы его найдете, вот оно, пожалуйста, засохшая глотка, секрет выходов, постоянные, отлично, 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 давайте дальше посмотрим, у нас, играет приключенца по Waterdeep, тоже, из старой доброй, причем, что интересно, этот арт, аллюзия на арт, из одной из моих самых любимых систем, это воровская гильдия, и там, на бокс-сете, одном был похожий арт, вот, художник, немудростого крава, просто перевел его в ДНДшный сетинг, как говорится, честь ему и хвала, там арт смотрелся классно, здесь он тоже смотрится очень неплохо, кстати, воровская гильдия, прям рекомендую, чудесную, чудесную систему, вот, это локации, приключения, архитектура, пожалуйста, различные районы, кварталы, таверны, это, утрамбованная версия, гайда Уола по Waterdeep, ооо, дракошки бухают, вот они, все известные локации, вот этот вот, прекрасный арт, опять же, места опасности, места интереса, опять же, снова приятный арт, в районе доков, кто-то весело приключается, опять нам этого показывают, аргейрона, календарик, стать приключенцем, персонажи из Waterdeep, там стражники всевозможные, бэкграунды, новые профессии, можно быть модником, торговлей в Waterdeep, знания в Waterdeep, короче, все, что надо начать в своей компании, вот, как стартовать, с чего начать, немножко пролюснул, приключенческие кварталы Waterdeep, то есть, мне кажется, эта книга прям, если вы хотели бы сделать интересную кампанию, то это бесконечная шахта идей, просто можно нырять, 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 интересные персонажи, интересные неписи, которые могут помочь приключенцам, дом сдает, оружие, доспехи, ну все, что вы ожидали, все, оно здесь продается, волшебные предметы, иллюзионисты, молодой колдун, который поможет опознать предметы, а за деньги отправится с вами, это самые интересные неписи, различные, ну это небольшое стартовое приключение, даже не приключение, просто задумка, скажем так, по краю ножа, то есть, материал для вдохновения, и приключения с улиц, собственно, вот они стартовые приключения, женщина, деда, шелка, инфильдранный, ювелирку, соблазнитель проходит перед вами, сдавая листки бумаги, когда доходит до игроков, она выбирает персонажей, наибольшей харизмы, подмедливает ему или ей, дает флайер, там написано, а, я искренне надеюсь, что сможет к нам присоединиться, я буду искать себя, дорогуля, и отчаливает, вот вам, пожалуйста, это у нас четвертая книжка уже, к вашему счастью, последняя, это скелеты в шкафу, загадки локаций различных, кто где находится, кто где находится, очень небольшая книжечка, даже не книжечка, просто буклетик, лорды всевозможные, нам знать, что Вадим присествует, книгу, конечно, не возьмете, она требует чтения, вникания, сейчас я вам карту покажу, и в этом месте у вас начнется отдельный тихий ужас, соответственно, это у нас карта замка Waterdeep, все, отложу куда-нибудь в сторону, чтобы освободить место, просто карту Waterdeep, это только половина карты, чтобы вы понимали, вот, а вот, пожалуйста, наземный, как в то время в ADND было принято, карты были трехмерными, то есть видите, все ярусы и прочее, кому-то это нравилось, многие бухтели, мне кажется, это неплохо, я не имею какого-то негативного мнения о данном вопросе, наоборот, я считаю, что это неплохо, конечно, если вы привыкли к традиционным двухмерным картам, вам это покажется выпендрежем, на второй стороне ничего нету, но на самом деле, мне кажется, это неплохо, Ravenloft с трехмерными картами было весьма неплохо, давайте дальше посмотрим, что нам предлагают, вот, о чем я вам говорил, обратите внимание, это terrain, то есть они сделали домики, подготовили его, вот, пожалуйста, башня мудреца Ролая и сторожевой пост, сверху трехмерный, улица Плачущие Девы, вот они, миниатюрочки стоят, серьезно, ну это просто пир для глаз, на самом деле, вот опять же локация, давайте проверим, посмотрим, что у нас здесь, еще больше 3D-рейна, видите, аллея покупателя, вот она, таверна, пивной голем, очень прикольно сделано, конечно, респектом, уважух, естественно, односторонние, видите, посмотрим, еще на 3D-рейна, уже мало домичка, собственно, как здорово сделано, квартал приключенцев, интересно, что случилось со всеми этими домиками, когда CSR ханул в лету, я предпочитаю, что либо вытянули, либо где-то у фанатов остались, что очень жаль, потому что, ну это целый город, хотел бы я для своей компании в Мартхейме такой с районом, вот у нас пошло, короче, наверное, сухой лодки, ну или жаждущей лодки, улица женщин легкого поведения, то бишь, Слад-стрит, темная аллея, на что дом похож спереди, еще больше карт, видите, что здесь обозначает, там кресло, ну то есть, что и что на карте, тоже очень удобно сделано, подпорка потолка, стул, водичка, грязная поверхность, кроме этого точно нравится, эта схематика, просто оцените количество карт, это у нас непосредственно от RDP карта, который я, наверное, должен был стартовать, этот обзор, но видите, как все понамешано здесь, улица, дома, прорисована, сторожевые башни, арсенал, улица Солоновой Кости, улица Взглядов, улица Черепов, то есть, вот, пожалуйста, весь Waterdeep, берите, приключайтесь, наслаждайтесь, районы квартала, опять же, вот он рынок, улица Торговцев, базарная улица, гора Waterdeep, то есть, все, о чем мы с вами говорили, там, речные ворота, всевозможные портовые районы, гора Мелодий, вот, все здесь есть, очень классная карта, не знаю, восторг и восхищение, по-моему, здесь у нас более глобальная карта должна быть, давайте посмотрим, ой, да, действительно, она просто показывает, где что находится, какие интересные места, меньше детализация, зато больше подробностей и масштаб, видите, очень-очень-очень здорово, очень красиво нарисовано, все понятно, как говорится, ясно-понятно, вообще, нет проблем, бухта, пожалуйста, остров Тормхевен, прекрасная карта, прекрасный набор, Waterdeep прекрасен, если этот набор не вдохновил вас, то я не знаю, что вообще вас может вдохновить, просто, еще раз, посмотрим нашего Beholder с недрами и успокоимся, давайте, наверное, как-то подытожим то, что мы с вами здесь увидели, но мне кажется, он прям чудо-карм, я думаю, нет нужды повторять очевидное, это очень хороший бокс-сет, сами все увидели, сами все посмотрели, прекрасное оформление, прекрасные карты, отличный индекс, спасибо им огромное, оглавление, ну, то есть, все просто супер, нареканий лично у меня к этому набору нет, он стоил каждого своего доллара, стоил он 42, мне память не изменяет баксу, что по тем временам, ну, конечно, многовато, но 378 страниц, чудесного, прекрасного Waterdeep, чудесные карты, отличная детализация, прекрасный solution с этими миниатюрочками, мне чем-то Мартхейм напомнил, если честно, только до того, как его бахнуло кометой, в общем, есть такой чудесный модуль для basic DND, B6, если мне память не изменяет, называется The Wild Society, то есть, завуалированное сообщество, и там к модулю прилагались бумажные домики, там, всякие и прочее, уж взялись 42, могли бы и 50 сделать, вложить туда какие-нибудь картонные руинки, было бы прикольно, мне кажется, ну, понятно, что не все DND-шники любят миниатюрки, руинки и прочее, но это было бы хорошим, интересным и тематичным дополнением. Если честно, одна из причин, почему я люблю старые DND, а DND и прочее, это за свое очень долгое существование DND под руководством Wizards of the Coast, в общем-то, мелким таким бесиком, закудряя его абсолютно весь Fargoat No Realms, то есть там не осталось практически ни одного неисследованного места, они перепечатывали из редакции в редакцию, что-то там по мелочи добавляли и постепенно сеттинг утратил свою актуальность. Вот а DND это то время, когда Fargoat No Realms был терро-инкогнито, там было масса загадки, люди сходили с ума, потрясающие арты. Многие из вас, те, кто, как и я, успешно застали 90-е, наверное, помнят всякие разные продавались на развалах, там журналы, пестрящие вот этими полуголыми барышнями, драконами, брутального вида сударями на конях, куда-то скачущими, размахивающими, холодным или колющим режущим оружием, абсолютно инфернального вида антагонисты, позитивные протагонисты, то есть вот это все, и позже оно кануло в лету. Да, понятное дело, что, конечно, все это вызывает к молодежи, там, бурлящие крови пубертатного периода, но к этому всему прилагался еще очень вкусный контент. Подросток, который решил играть ДНД и окунуться в, допустим, City of Splendors, получал огромное количество материала, который он позже переносил на свои следующие мероприятия, и качество, значит так, и та планка качества, которую устанавливали вот эти вот бокс-сеты, она очень высокая. Тот же стартер Андермонтина, я считаю, они вообще из лучших стартеров, которые я либо видел. вот бокс-сеты того времени ДНД, это, наверное, золотой стандарт качества. Я могу начать впечатлять, у меня просто пальцев не хватит. Там, Dark Sun, Planescape, City of Splendors, Undermountain, Council of Worms, который многие критикуют, что он, типа, загадочно непонятный, но при этом он прекрасный, Alcadim, Burst Rite, вообще стартер Burst Rite, это просто что-то с чем-то. Это, по сути, как водить большие экономические кампейны, править государствами, там, завоевания и прочее на уровне ДНД. И это я только в 8, первые, которые мне на ум пришли. Не считая дополнительных книжек, сеттингов, там, даже, ну, практически каждый бокс-сет, наверное, кроме Hellbound'а, я бы, наверное, просто рекомендовал их покупки просто потому что хотя бы ради оформления посмотреть на них. Люди любили свое дело, люди знали, как это делать. Люди горели своим делом, и мы получали вот эти шикарные книги. Конечно, да, были там как-то с Мани Дрэба, там, ради бабок что-то делалось, то есть второй набор Undermountain тому типичный пример, за те же деньги продают примерно на 30% меньше, но первый набор был шикарный. Коробка ДНД была, а ДНД прекрасная. То есть, в принципе, вот у всех вот этих вот коробочек, книжечек и прочих, в них живу какое-то вот это вот волшебство, которое, к сожалению, в эпоху фировых технологий вот этого всего диджитал-арта, нейросетей и прочего канула в лето. И, ну, я, конечно, там, покажусь старомодным, все такое, но нигде больше вы такого уже не увидите, и вряд ли в будущем мы это увидим, потому что все мы знаем, куда все идет, там, куда полная реальность, потом их виртуальный, там, своя кухня будет. Но вот это вот привет из тех славных далеких времен, когда арты были артами, когда мужчины были брутальными, девушки были женственными, не было вот этой дурости, там, всякие гендер-свапы и прочая дрянь. Политкорректность, конечно, присутствовала, здесь, пожалуйста, черный дварф на обложке, то есть все тоже не так идеально. Но и не тыкли вам в лицо с размаху, и, в общем-то, игры были про игры, а не про пропагандирование тех или иных ценностей. Что я могу сказать? Отличная коробка, отличный контент. Если вы планируете стать в ADN-D, а по ощущениям использовать Waterdeep, то это просто мастхев, как и гайд-вола по Waterdeep, вы их комбинируете и получаете, наверное, один из самых исчерпывающих гайдов по этому замечательному городу. Ну и прежде, чем мы закончим это видео, хочу сказать спасибо всем тем, кто поддерживает лабораторию на таких платформах, как ВКонтакте с Водонатом, в Бусти. Просто о нас не забывает, потому что времена сейчас очень тяжелые, что там говорить, никому сейчас легче не становится, неизвестно, когда, как говорится, Икеа вот это вот будет пройдено, и поэтому все ваши пожертвования и поддержка очень важны для нас, они помогают нам остаться на плаву, радовать вас каким-то новым материалами, и за это вам огромное человеческое спасибо. И на этом я свое видео заканчиваю, желаю вам всем только интересных и ярких игр, от Винта, друзья, и до новых встреч.